Всем привет! Сегодня у нас 20 число, и я решил прогуляться по лестнице вниз к морю, прежде чем снять свой ролик. Начнем свое путешествие мы сегодня с гостиницы Приморской, за которой виднеется Хаят, дальше Александрийский маяк, и пойдем вниз по лестнице. А в настоящий момент я нахожусь на историческом бульваре. Поставьте на паузу, чтобы подробнее ознакомиться. С этой справочной информацией. Есть немножко другая информация, она написана. Вот паузу, гостиница Приморская, поедина Надежда. Сегодня облачно, в горы идет какая страшная синяя туча. Ну, пока пойдемте прогуляемся до моря. Вот такая у нас красивая лестница с тисом, наверное, да? Это тис, дерево называется, посередине. Птички воркуют. Какой прекрасный вид у нас на море. Открывается с этой лестницы. Ну, пойдемте вниз. Надя, лови. Надя, лови. Ловлю. Митя, ловлю. Теперь я. Здесь, смотрите, у нас идут какие высокие олеандры. Белые, розовые. Бабуля здесь продает фрукты постоянно. Малинка, шелковица, вишня, клубника, абрикоса. Сто рублей. Все, есть все по сто рублей. Спускаемся дальше вниз. Обычно здесь эта машина никогда не стоит. Видимо, обслуживает какой-то посередине. Я приехала. Висит спуск для колесного транспорта на набережную. То есть на самокате, на велосипеде. Вот дорога у нас идет к зимнему на театру. Видите тут магнолии. Также олеандры, пальмы. Такая вот красота. Какой-то странный куст с фиолетовыми листьями. Не знаю, что это такое. Может, кто-то знает. Напишите в комментариях, пожалуйста. Это вот юбка. Эти маленькие пальмочки. Всякие цветочки. Это вот самая популярная у туристов и местных жителей кафе, где делают одни из лучших хачапури в городе. То есть если вы видите в каком-то паблике в инстаграме хачапури, то на 90% вероятности оно сделано именно в этом кафе. И спускаемся дальше к морю. Вот в таких вазах растут агавы. Собираемся потихоньку к набережной через сезон. Салимушка, привет! Раздельный сбор мусора. Уверен, что там кто-то все выбрасывает раздельно. Да, ну, в металле бочки валяются. Ну, как попало, в нашей стране все происходит. Чистый Сочи начинается с тебя. Гласит надпись здесь. Вот мы вышли на набережную. Вроде ходят. Кто голые, кто одетые. Я не понимаю, раскуков какой-то. Подбираемся к Старгороду. Вот здесь вы можете взять обычный, неэлектрический самокат в прокат. Полутора рублей минуты после часа катания. Здесь вот Старгород-кафе. Бывшие Тинькофф. У них свое пиво, своя пивоварня. Постоянно здесь крутится какое-то мясо. Видите, сейчас плюс здесь рульки. Либо свинина целиком. Целый поросенок обычно вертится. Либо рульки. Похладительный напиток для желающих. Как-то люди только не ухищляются, чтобы сполоснуться. Прокат сапбордов. Вот этот пункт проката здесь у них. Вот мы выходим на Буне. на Буну, к морю. Итак, сегодня 20 апреля. Сбился, да? Не всегда с первого дубля, на самом деле, получается. Давайте попробуем еще раз. Сегодня 20 июня. На улице облачный день. 28-30 градусов тепла. С утра было ясно. Сейчас же небо затянуло облаками. Но это не мешает людям купаться, загорать. Ведь такой загар самый безопасный. Дуристический сезон в Сочи идет полным ходом. С моря дует легкий ветерок. Его практически не чувствуется. Вот такая погода у нас сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на Черное море каждый день. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И рекомендуйте их друзьям. А чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно нажимайте колокольчик внизу. Всем пока. Обратите, просим обратить ваше внимание в море. Возвращается наш бананчик. Он снова в строю и готов ринуться в бой. Объявляется в новый набор команды. На водно-скоростной отракцион банан. Всех желающих ждем на пуне. Вон бананчик едет как раз этот. В общем, ролик отснял. Можно идти дальше прогуляться. Пойдемте посмотрим, что дальше. Раз фокус был, потому что объектив не протер. Раз фокус был, потому что объектив не протер. Набережная полна людей вообще. В Старгороде играет живая музыка. Народ отдыхает. Сегодня четверг. Но летом в городе Сочи каждый день пятница. Кису делают вафельки. Приятный аромат ванили заносится из этого ларька. Ну, пойдем дальше. Заметьте, самокаты очень популярный вид транспорта в Сочи. Самокаты, велосипеды, мопеды. Все это пользуется спросом у людей, потому что по центру города на автомобиле, особенно в дневное время, вообще невозможно пройти. Спасные пробки. Сочи еще всякой гребеде не продается, как обычно. Причем за дорого. Китайские очки по доллару продаются по 400 рублей. Тир. К сожалению, не пневматический. Стреляет из троигольных приводов. Обязательно. Народичь у просто бит фон на пляже. Хоть и облачно, но достаточно душно из-за этого. И жарко, и душно, и влажно. Прямо кожей чувствуется. Давайте пройдем вот здесь, к зимнему театру. Такая лесенка. Энтуражная. С ярко-алыми олеандрами. Банановыми пальмами. Тут и розовые олеандры. И лиловые. Всех цветов и расцветок. Растут туи. Розы. Такие вот еще интересные растения. Вот один из выпусков был снят здесь. Узнаете пейзаж? Это кафе «Восточный квартал». Маленькая магнолия. Это побольше. Давайте посмотрим поближе, как она выглядит. Город Сочи называют обычно краем магнолий. Потому что их по всему городу растет бесчисленное множество. Этот маленький кустик самшита. Это, конечно, не тот колхидский самшит, который вымер, который растет большими деревьями. Но тоже один из его видов. Здесь вот заросли бамбука. А леандры, конечно, уже отцветают. Все, лето уже. Почти дошло до середины. Какая красавица. Там еще одна такая. А если мы пьем вот так все, мы же пьем. Вот мы поднимаемся к зимнему театру. Кинотабор уже закончился на той неделе. Которым я так ни разу и не побывал. И здесь снова стоит Столпотворение больших машин. А, блядя, большое столпотворение машин. Подъемы, конечно, в городе Сочи непростые. Здесь вот сок делают. Сейчас мы выйдем к Бевету, где у нас разливают манеральную воду. Привезенную с пластунки. Она обладает этим тонким, весьма специфическим вкусом. То есть, ну, ничего особенного такого нет. Ну, просто необычный вкус. Вот опять цветущие олеандры. Это вот, не знаю, гранат, не гранат. Может, кто знает. Вот он, этот Бевет. В этом году его арендуют плантации Хосты и Мацесты. Они продают различный свой чай. Лимонад, воду, мороженое. Вот чай, который здесь растет в городе Сочи и его ближайших окрестностях. Кругом пальмы, фикусы. Все это было посажено еще в далекие времена. Вот еще один информационный стенд. Поставьте на паузу, чтобы прочитать. Ну и пойдемте обратно в сторону гостиницы Приморская, откуда начался сегодняшний видеоролик. Дальни на кнопочку. Расскажу вам один лайфхак. Рядом с зимним театром есть бесплатный туалет. Единственный минус, ночью в нем нет света. Ну и днем в нем нет света, просто ночью вообще ничего не видно. Тут такие величественные кедры стоят. в общем, куча-куча всякой разной растительности. Это вот санаторий РЖД. находится практически на самой набережной. Тут же вот чай хана. А вот это называется инжир. Сейчас я приближу показать. Видите, ягодки растут. Честно говоря, по городу я не пробовал его собрать. Он какой-то пустой, то есть в нем семечки и наполовину из воздуха. Но в Абхазии можно нарвать инжир, который можно есть. Вот так вот небольшая прогулка в 20 минут. Мы снова вернулись в гостинице Приморской. Ну, на этом я закончу свой репортаж на сегодня. Смотрите Черное море каждый день. Оставляйте лайки, комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok